В Дворце культуры состоялся отчетный концерт вокальной студии «Соло». Праздник собрал все многоцветие юных вокалистов. Конечно, не секрет, что занятие вокалом не просто развлечение, это тяжелый, но приятный труд. Ребята на протяжении всего года занимались, старались, преодолевали трудность, лень, усталость и не всегда получалось с первого раза. В этот день все, кто пришел на отчетный концерт, от души порадовались успехом, достижением и победам вокалистов студии «Соло», которые постоянно участвуют во всех городских мероприятиях, отмечаются множеством отзывов и благодарственных писем, грамотами и дипломами. В вокальной студии занимаются на протяжении нескольких лет, чтобы профессионально владеть своим голосом, актерским мастерством, сценодвижением и другими навыками, необходимыми для работы на сцене. Участники обучаются вокалу эстрадного пения. Индивидуальный подбор репертуара позволяет раскрывать творческие способности каждого исполнителя. А как вообще обстоят дела в этом году и как долго готовили этот концерт? Долго готовили, очень много было репетиций на сцене, мы вообще пропадали просто. В этот раз, вот в этом году, нам, конечно, повезло, что мы были много раз на сцене. Я думаю, сегодня результат был... Как давно уже существует студия «Соло»? Три года ей. Три года. Федота Верина Станиславовна ее открыла, а мы продолжили ее дело с Валерием Викторовичем. За это время есть ребята, которые до сих пор с вами? Да. Ну, в основном это полностью костяк, прям вот Федота Верина Станиславовна. Какие из номеров были одни из самых трудных? Все. Каждый по-своему. Ну да, каждый по-своему. Сколько преподавателей в студии «Соло»? Ну, сейчас два. Какие планы на будущее и как вы сами оцениваете сегодняшнее выступление ребят? Ну, я думаю, что у них все получилось, они были молодцы, они все сделали, то, что им задание выполнено, можно сказать, на пять. Ну, а планы у нас всегда участие в концертах, участие в фестивалях разного уровня. Я думаю, что они с каждым годом поют все лучше и лучше. Будем участвовать все чаще и чаще. Скажите, пожалуйста, а как можно обратить в студию «Соло» и вообще куда обратиться? Ну, я думаю, что те, кто придут во дворец, они найдут сразу же путь, как найти студию. Это нетрудно. Самое главное – прийти сюда и сказать, куда ты хочешь пойти. На протяжении всей концертной программы на сцене и в зале царила атмосфера волшебства и сказки. В этот день на сцене развернулась яркая палитра танцев и вокального мастерства, ставшая результатом большой и кропотливой работы руководителей студии «Соло» Татьяны Глазковой и Валерия Сивакова. Концертная программа была очень разнообразной. Разными были и возраст участников концерта – от дошколят до взрослых девушек. Был очевиден рост тех, кто занимается не первый год, а малыши восхищали старанием, непосредственностью и, главное, большим желанием выступать на сцене. Яркие и многообразные сценические костюмы добавили очарование к мастерству выступавших. Талант творческих коллективов, а в этот день вместе со студией «Соло» выступала группа отражения Народного ансамбля танца «Ленок», буйские зрители оценили по достоинству, подарив им горячие аплодисменты. Я так понимаю, вы здесь с самого начала, правда? Да, можно сказать, да. Занимается с вами один и тот же преподаватель? Нет. Нет, сначала с нами занималась Елена Станиславовна Федотова, но потом она покинула нас, к сожалению, и нами теперь руководит Валерий Викторович Сиваков. И как проходят ваши репетиции? То есть, как готовился концерт изначально? Вы просто репетировали или приходилось? Мы подбираем материал определенный, разучиваем эти песни достаточно долгое время, потом мы их начинаем репетировать на сцене. Что не получится, мы дорабатываем снова в кабинете. С вами репетируют ваши преподаватели, правильно здесь? Много ли было споров, много ли было все-таки проблем? Споров было много, потому что кому-то не нравится репертуар, кому-то он не подходит, кто-то не рад, что поет эту песню, и поэтому постоянные споры. Приходим к общему мнению. Девчонки, а в чем изменится именно студия Сова, в отличие от других? В том, что каждый может показать себя на сцене, какой он есть, какой он в жизни. Он может проявить свои способности, показав это на зрителях, и зрители чаще всего восхищаются. Ну и, конечно, хороший преподаватель. На концерте коллектив студии представил новые и уже полюбившиеся номера, появившиеся в репертуаре соло в течение последнего творческого года. Этим вечером в зрительном зале Дворца культуры создалось радостное, душевное и солнечное настроение. Песней «Пусть будет мир прекрасен» концерт открыл вокальный ансамбль коллектива. Работе с ансамблем руководители студии придают особое значение и уделяют этому много внимания и времени. Отсюда такой замечательный результат. Такие необыкновенные яркие вокальные композиции, как «Современные дети», «Детки-конфетки», «Дорожный знак» и «Мы лучшие». Дружными аплодисментами встречали номера в исполнении младших вокалистов студии. Родители, бабушки, дедушки и просто зрители горячо поддерживали выступления юных артистов. Пришлись по душе зрителям песни «Карлсон», «Улыбчивая песенка», «Я хочу быть похожей на ветер» и «Поцелую бабушку в розовую щечку». Проникновенно, с душой прозвучали песни «Родилась в России я», «Слушая сердце», «От любви до любви» и «Это мечта». Особый колорит придавал сценический образ исполнительниц. Ведущие праздничного концерта Наталья Чушкова и Рада Шашкова в образах «Карамельки» и «Кнопочки» радовали зрителей и поддерживали артистов на протяжении всего праздника. Завершился концерт песней «Мы лучшие» в исполнении сводного ансамбля студии «Соло». Участники концерта продемонстрировали истинное сценическое мастерство, полное перевоплощение и яркое раскрытие образа. За всем этим виден огромный труд ребят и руководителей вокальной студии «Соло». Как прошел концерт сегодняшний? Хорошо! А что понравилось больше всего? Все! 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 Я люблю! Все! Ты любишь ходить в студию «Соло»? Да! Я люблю ходить в студию «Соло», потому что здесь есть хорошие преподаватели. Еще научили меня красиво петь. Ребята, вы сегодня рады? Да! Вы все дружите здесь? Вы все дружите с вами? Да! И ходите в студию «Соло»? Как часто ходите? Очень часто! Очень часто! Два раза в неделю! Два раза в неделю, да, вы бываете здесь? Может, что будет? А почему вы выбрали именно студию «Соло»? Что здесь такого особенного? Ну, здесь очень вкусный вокал. Это, в первую очередь, то, что здесь очень добрые, очень ласковые руководители. Они всегда помогут, поддержат, если вот, допустим, какая-то поддержка нужна даже вот на мероприятиях на различных. Ну, наверное, атмосфера такая душевная, и возвращаешься как себе домой. Ну, наверное, атмосфера такой вот 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 такой